После всех этих реформ служба защиты растений как таковая растворилась из-за отсутствия отдельного подразделения, которое бы отвечало за выработку политики. Мы не имеем многого, а имеем вот что мы имеем. На фоне неплатежеспособности сельхозтоваропроизводителей у нас растет финансовая нагрузка на производителей и поставщиков средств защиты растений, которые продают эту химию сельхозтоваропроизителям. Коллеги знают, что оплачивают реально деньгами только до 30% стоимости купленных препаратов. Остальное фермеры оплачивают в рассрочку, до одного года рассрочка доходит. То есть поставщики химии берут на себя все эти риски. И если год оказывается неурожайным, или сельхозпроизводитель решил не оплачивать вовремя, то все риски ложатся на поставщика химии. А он тоже взял деньги в банке, он тоже должен обслуживать там. И соответственно он портит кредитную историю уже в банке в своем. И в следующий сезон он либо дороже уже берет в этом банке деньги, либо ему не дают, он в другом банке ищет. То есть получается, что неплатежеспособность сельхозтоваропроизводителей влияет на а. Невозможность им приобрести необходимом количестве препараты, б. Качественные препараты и ц. Правильные вовремя их применить, поскольку применение требует там и техники, и знаний, и всего прочего. В итоге получается мы имеем то, что имеем. Следующее. Ассортимент. Если говорить про ассортимент пестицидов, то понятное дело, я уже об этом везде говорил, когда государство сказало, ребята, вперед, давайте диверсифицировать сельское хозяйство в растеневодстве, на зерновом рынке появились новые культуры. Но из-за того, что в списке допущенных препаратов очень мало именно против болезней, вредителей в новых культурах, нет препаратов или ограниченный круг этих препаратов, то и эффективность борьбы с ними низкая. А это значит, влияет на урожай, а это значит, в следующий год я уже не буду сеять их, потому что я понес тому быту. То есть ассортимент пестицидов допущенных нужно расширять. Хотелось бы в Министерстве сельскохозяйства видеть департамент, который занимается защитой карантином растений. Отдельный самостоятельный департамент. Откуда вся эта политика и вырабатывалась бы? Продолжение следует...